Как передать изображение с экрана смартфона на экран телевизора? Да очень просто, используйте вот такой вот простенький адаптер с проводочком, который стоит всего 9 долларов и у вас будет дублироваться экран смартфона на экране телевизора с HDMI входом. В этом видео не переключайтесь, смотрите видео до конца, перед просмотром подписываемся на канал, ставим лайк данному видео, жмем на колокольчик. Данное устройство позволит продублировать экран смартфона на экран телевизора с HDMI. Выглядит он вот таким вот образом, два проводочка, USB порт для питания и непосредственно сам разъем для телефона. Кстати, этот разъем также позволяет заряжать телефон, поэтому использовать можно будет достаточно длительное время. Да, конечно же, питание какое-то проходит на сам конвертер и просаживается, естественно, бесконечно так не может продолжаться, батарея рано или поздно сядет, но при этом подзарядка все-таки происходит. Пришло вот в такой упаковке, помятая вся, но это роли не играет. Описание на английском языке, этот шнурок я брал под iPhone, есть такие же под USB Type-C и под разъем mini USB, который, короче, стандартный на Android, я Android телефона не использую, не знаю, как это правильно назвать. В комплекте вот такая инструкция, инструкция на английском и на китайском языках, но ничего сверхсложного здесь нет. Единственное, что сразу хочу сказать, это то, что требуется питание. Питание требуется достаточно стабильное и хорошее вот к этому USB порту. Мы сейчас подключим, протестируем, конечно же, все это. Длинный провод, длинный здесь 2 метра. Сам кабель выполнен достаточно качественно. Вот такой вот разъем Lightning под iPhone. Перейдем к тому, как его подключить. Я буду подключать к вот такому iPhone XR. И данное устройство я покупал у продавца. Вот сейчас за мной будет ссылка на... Ссылка будет в описании. А я покажу сейчас сам магазин, где я его покупал. 7,39 на данный момент оно стоит, это устройство. Вот схема подключения такая простейшая, потому что всего лишь нужно хороший блок питания. Информация, как называется? Называется 4K 1080p для iPhone HDMI, совместимый адаптер VGA для iPhone iPad AV, адаптер, в общем, куча набор слов, которые не всегда соответствуют реальности. Это нормальная вещь для AliExpress, для продавцов с Ali. Должен подключен к источнику питания быть 5 Вольт, 2 Ампера. Это то, о чем я говорил. Нужен нормальный источник питания от HDMI, точнее USB порт, он в принципе может и выжечь, я так понимаю, потому что USB порт обычно это 500 мА, поэтому лучше подключать внешний источник питания на 2 Ампера. Здесь инструкция, как пользоваться, и в принципе, более ничего такого полезного здесь нет. Блок питания я буду использовать от телефона 2 Ампер, и здесь у меня остался HDMI порт, который нужно будет подключиться. Я использую вот такой адаптер, обзор на который я показывал, поэтому посмотрите, если кому интересно, это USB HDMI адаптер, причем пишет он до 1080-60 FPS. Сюда я подключусь и запущу для этого приложение, которое позволит воспроизводить все это дело на экране ноутбука, причем мы сразу посмотрим сейчас задержку, которая будет происходить. Все, вот по сути больше ничего не надо, вот я подключился. Подключаем теперь приложение, я поставлю 1080-60. Видим какой-то QR-код на экране и какой-то серийный номер, зачем это, я не знаю, потому что я в принципе это не использовал, сразу подключался к телефону. подключаю айфон. Я запустил программу ProMovie. ProMovie программа, которую я использую для записи видео, сразу его подключаю, разрешаю доступ, доверять этому компьютеру и смотрим, что у нас на экране. На экране у нас сразу появляется изображение с этого айфона. Сейчас я покажу, какая задержка здесь. Вот так вот я буду передвигать. Да, существует HDMI на Bluetooth адаптеры, Anycast и прочая история, но здесь задержка будет минимальна. Греется он, я вам скажу, достаточно сильно. И вот таким вот образом я использовал данный адаптер полтора часа как камеру для стрима, который был в субботу у нас. Полтора часа у нас шел стрим и никаких в принципе лагов не было. Он греется при этом, да, греется, но в принципе работает при этом стабильно. Вот такая задержка. Да, возможно там есть какая-то небольшая задержка. Вот так вот это все выглядит и сейчас я могу снимать и запускать. Сейчас я запущу видео с YouTube, посмотрим еще как работает он с видео. Теперь я запускаю видео с YouTube, вот мое видео по приставке X96 Mini и мы можем видеть одновременно видео и задержку воспроизведения. То есть вот оно идет здесь на экране и соответственно за мной также этот же ролик без задержек абсолютно идет с телефона. Качество при этом достаточно неплохое. Поставлю здесь разрешение максимальное 1080p. Вот так вот все это работает. Включил я это устройство. Действительно оно немножко теплое, но два часа почти подряд он у меня работал на стриме как для того, чтобы воспроизводить видео онлайн с камеры смартфона и в принципе никуда не делся, ничего не зависло, не отвалилось. Все работает. Часто задают вопрос, как подключить смартфон к телевизору. Вот так вот можно подключить. Купить эту штуку вы можете по ссылке в описании, там я заказывал, быстро пришла. Также постараюсь найти ссылку на магазин на розетке, например, который продает такие девайсы. Всем спасибо за просмотр и подписывайтесь, смотрите другие видео. Пока!